Покровка Это здание, чем он меня привлек, я люблю изучать древние энергосистемы, это одна из них, это волновые структуры на фасаде здания. И вот это здание очень богато совершенно разнообразными узорами, отображающими частоты, набор разных частот, высоких светлых частот, что здесь мы и видим, особенно по верхней части. Видите, идет такой, по карнизику идет узорчик такой интересный. Он многослойный и ступенчатый, каждая вот эта повторяющаяся фигура, она ступенчатая. Ниже идет переходная такая система, состоящая из последовательных, ну типа розеточек. Еще ниже идет что-то наподобие такого мини-изображения акведука, прямо на фасаде здания. Но все мы уже знаем, что акведуки, они тоже работали по звуковой системе. А сверху, вон там, это скажет, что похоже на скворечники или даже на какие-то погребальные сооружения ритуальные. Дальше мы видим, что над каждым окном такой портик с огнем, ваза с огнем наверху. Все устремляется вверх. Если мы перенесем наш узор еще ниже, на первый этаж, то здесь еще один интересный узор, отличающийся от тех, что наверху. Соответственно, здесь используется набор других частот. Ну и излучатели под каждым из окон. Розеточки. Идет целая лента из мини-излучателей в каждой такой маленькой нише. Пилончики из двух колонн. Внизу резонаторы. Переходные фильтры. И наверху еще два резонатора. Все это переходит, опирается в ленту. Из розеток. Покажу один из узоров поближе. Оказалось, что там еще наверху, над этой лентой, еще лента из таких вот зубчиков. Смотрите, перемежается. Это уже наложение идет, наложение частот. Необходимо немного пояснить, что же мы с вами рассматриваем на фасадах этих домов. В данном случае виден такой узор из повторяющихся одинаковых элементов. Причем этот узор многослойный. Яркий пример можно увидеть на нижнем. Здесь узор состоит тоже как бы из наслоений. Вот идет волна. Чуть ниже выделяется другая волна. Еще ниже как бы выступает верх. Еще одна волна. Получается, что они повторяют друг друга, но немножко отличаются. Но самое главное, что они здесь идут в синхроне. Во-первых, это называется наложение волн. Вот еще один пример. У них совпадают частота, но разные амплитуды. И называется это синфазные волны. Условие максимума при наложении когерентных волн. Происходит увеличение энергии. А еще более яркий пример. Сложение трех синусоидальных колебаний одинаковой частоты и фазы. При этом опять наблюдаются синфазные волны. Как например вот тут. Также здесь имеется еще одна волна. Вот она идет выше. Тоже повторяет эти волны. Только у нее амплитуда очень маленькая. Нижняя волна представляет собой цепочку импульсов. Которые видимо здесь нужны для подстройки вот этих вот синфазных наложений волн. Но это еще не все. Как мы здесь видим, идет что-то наподобие галереи, состоящей из арок. Ну и зачем здесь этот узор? Не вдаваясь в особые подробности, скажу вам так, что перед нами один из видов белого шума. Его спектральная диаграмма. Я надеюсь, что вы теперь начинаете понимать. Еще мы с вами видим постоянно на всех фасадах изображение интерференции и принцип фурье. В данном случае на графике мы видим наложение двух волн с различными амплитудами. Этот же график нам показывает принцип фурье. Но более точное изображение в этом примере. Здесь представлен принцип фурье. Что это такое? Звуковая волна может быть разложена на сумму элементарных волн различной частоты и амплитуды. Но нам необходимо сделать обратный процесс. То есть по другому сумму элементарных волн различной частоты и амплитуды сложить в одну звуковую волну. И получится у нас вот такая вот упрощенная схема. Более точный пример представлен вот на этом фасаде. Обратите внимание на многослойную структуру вот этих элементов. Как бы один на другом. Как матрешка. Причем их тут раз, два, три, где-то четыре. Четыре как бы ступеньки. Опять же это симфазность волн практически одинаковой частоты. Здесь же представлен принцип обратного преобразования фурье. Когда складывание волн приводит к упрощенной схеме. Также мы видим, что здесь волна представлена как в вертикальной плоскости. Вот здесь. Так и в горизонтальной. И вот эту волну надо рассматривать. И вот эти волны низкой частоты надо рассматривать перпендикулярно вот этим. Еще одно уточнение. На данных фасадах присутствует принцип гармонической волны. Сложение с небольшим смещением. Результат наложения волн. Если встречаются друг с другом два фронта волн с одинаковой фазой, то возникает волновое поле удвоенной интенсивности. То же самое мы наблюдаем здесь. А лучше всего вот в этом примере. Продолжаем смотреть видео дальше. Причем верхняя, она получается большими периодами. Она как бы модулирует нижнюю. Очень интересные элементы фасада. Лепные. Всем известно сейчас становится, что они все металлические. Просто закрашены. Заштукатурены. Закрашены краской. Интересно, интересно. Поребрик такой. Напротив этого есть еще одно интересное. Но здесь, конечно, уже нет такого богатства узоров. Кроме верхней части над окнами. И на углу есть, вон скошенный такой угол. Там есть купленный генератор. Правда уже срубленная антенна. То есть там уже все вычистили, все убрали. Первый раз вижу такой фасад. Богато украшенный. Как будто вот рушники или как вот полотенца. На деревянных домах. Только здесь все в камне. Очень интересно. И замковый камень. Необычно все. Вот они славянцы. Они же резонаторы. Эфиры резонаторы. Вот такой тут зданицы. С античными скульптурами. Насколько они античные, мы все с вами знаем. Что это было совсем недавно. Буквально лет 300-500 назад. Все вот, что мы видим на фасадах. На картинах. По сути, это и есть наши предки. Изображение. То великое прошлое цивилизации. Ее гигантов. Людей-богов. И богинь. Посмотрите. То есть, по сути дела, вот они сейчас стоят на порталах. И здесь тоже свои частоты здания. Причем многоуровневые. Видите, как... Может быть, освещение не так многовато, но детали видны. Что, в общем-то, хорошо. Вот и рассмотрим наших этих богинь. Посмотрим по сравнению с ростом современных людей. Ну, конечно, эти повыше будут. И еще раз повторяю, что волны шли еще и по самому фасаду. Как бы по скользящей. А вот эти всплески, вот эти вот полуколонны, пилоны, это всплески, амплитуды. То есть, он еще добавлялся, как бы сбоку. Есть горизонтальная поляризация и вертикальная. Примерно так. Так они и складывались, эти частоты, эти волны. Образуя гармонию музыки. Интересно, да? Такие мини-порталы и все фигуры стоят по-разному. Над ними разные символы, узоры. Специально снимаю побольше, чтобы вы рассмотрели больше деталей. Показать напротив этого великолепного здания старый храм. Так, это храм Косьмы и Дамиана. С колокольней. Сейчас вы узнаете, какого он века. Ну вот, Косьмы и Дамиана на Покровке. Сооружена церковь по проекту Матфея Федоровича Казакового. 1793-й. 1703-й. Все понятно, да? Теперь посмотрим на некоторые детали этого храма. Например, вот такие портики. Очень необычные архитектурные такие излишества. Потому что по бокам вот от этой трапезной части они совершенно как бы неизвестны для чего. Белокаменное сооружение. Чисто античный портик. Издалека посмотрим. Храм 18-го века. С другого угла. Хотя здесь углов нет, здесь все круглое. То есть он круглый храм. Солнечный. В основной части у одного из окон есть вот такой портик. Он повторяет тот же самый, который я показал вам у трапезной части храма. Кстати, считается, что это масонский храм, между прочим. Скорее всего, алтарная часть пристроена позже. Она совершенно не вписывается в общую картину. Я зашел с другой стороны, чтобы как раз показать эту канаву. Видите, да? Справа груды, глины и грунта. А здесь просто немного откопали и положили плитки, кирпич. Сделали канаву для водоотведения. Это видео будет завершено на этом доме. Здесь совершенно другие узоры на фасады. Даже похожи на свастичные. Хотя, по сути дела, они все свастичные. Они все славянской культуры. Ведической, гиперборейской. И все имеют свастичную структуру. Наверху совсем другой узор. Чуть ниже перемежающиеся вот такие повторяющиеся фрактальные системы. Между ними розеточки-излучатели. Подарок для вас наши любимые эркеры, телепорты, порталы. Они имелись в каждом здании. Или внутри, или вот так вот снаружи. И перешел вот сюда. К следующему эркеру. Тут тоже посреди какая-то штукенция, типа солнышко. Внизу, посмотрите, какой узор интересный. Фрактальный. Непонятные какие-то. Вот есть тут рожа еще. Маскароны. Вот эти вот очень интересные узорчики. Надеюсь, вам как себя понравилось. Кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, а также на мою группу в ВК. И ждите новых видео, интересных. До новых видео и всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok